Доброго времени суток дорогие мои зрители, меня зовут Катерина Райс и спасибо вам большое, что вы зашли на канал. В сегодняшнем видео хочу рассказать и поделиться с вами своими впечатлениями от работы с новинкой моей коллекции для творчества, профессиональными художественными маркерами от Sketchmarker. А также сегодня мы с вами немного порисуем и я добавлю несколько фрагментов разных скетчей для полноты обзора, в том числе конечно же потестируем специализированную бумагу от Sketchmarker. Так что если вам интересно узнать о моих впечатлениях от работы с этой новиночкой, обязательно оставайтесь со мной, а также делитесь в комментариях, пробовали ли вы скетчмаркеры в работе. Мне всегда интересно узнать ваше мнение. Ну и конечно же если вы на канале впервые, обязательно подписывайтесь на канал и инстаграм, особенно если вы также рисуете маркерами данного бренда. Так как теперь уроки рисования маркерами будут выходить в основном с использованием именно этого материала. Ну и давайте начнем с небольшого предисловия. К скетчмаркерам я присматривалась уже давно, так как уже слышала много позитивных отзывов о них от разных художников. А в последнее время вообще зависала в инстаграме этого бренда, в котором публикуется огромное количество шикарных работ разных художников, выполненных этими маркерами, многие из которых просто покорили меня. Конечно же все ссылки на то, где можно приобрести эти маркеры и на сам инстаграм вы найдете у меня в описании. Также меня просто покорила огромная палитра доступных цветов, которая на данный момент составляет, если я не ошибаюсь, 253 цвета, среди которых есть как супер яркие цвета, так и огромное количество глубоких и сложных оттенков, которым я питаю огромную слабость. Еще одним жирным плюсом в пользу моего выбора стала их цена. И смотря на то, что маркеры профессионального качества, один скетчмаркер с классическим пером поштучно на данный момент можно приобрести за 114 рублей, а в наборах вообще один маркер выйдет ценой 85 рублей. Скетчмаркер браш с мягким пером стоит немного дороже, 189 рублей поштучно и 163 рубля в наборах. По-моему очень даже неплохо. А если в дальнейшем перезаправлять маркеры чернилами, упаковки которой хватает на 8-10 раз, стоимость маркера упадет до 38 рублей. Вот серьезно, на мой взгляд это самый выгодный вариант сочетания доступности и качества художественного материала из тех, что есть на рынке на данный момент. В общем, на этом моменте я окончательно поняла, что хочу потестировать скетчмаркеры в работе. Далее о качестве и о том, как маркеры ведут себя в работе. Тестирую я скетчмаркеры уже более двух недель и поэтому у меня уже сложилось свое мнение о них. Из общей палитры я выбрала 24 цвета, в основном это были скетчмаркер браш с мягким пером, а также несколько классических маркеров с тонким пером для сравнения. На обратной стороне у обоих видов маркеров имеется стандартный наконечник Долото. Сразу хочу показать, как ровно и красиво выглядит цвет, работая с наконечником Долото. Тонкое перо дает тонкую аккуратную линию, а мягкий браш наконечник позволяет наносить красивые художественные штрихи, которые очень мягко ложатся на бумагу, позволяя контролировать не только толщину линии, но и яркость ее цвета. Само перо эластичное и даже при сильных заливках и хорошем нажиме возвращает его в исходное состояние. Также хочу сказать пару слов по поводу цвета. Здесь я сделала выкраску приобретенных мною цветов и благодаря тому, что цветовая таблица на сайте полностью соответствует оригиналу, я осталась очень довольно выбранными мною цветами. На мой взгляд, получилась очень крутая и гармоничная палитра, которая красиво сочетается между собой и при этом маркеров у меня получилось ровно столько, сколько необходимо в работе. Вообще, приобретая даже небольшое количество скетч-маркеров, можно не бояться того, что не хватит цветов для получения мягкого градиента, так как используя даже один цвет, можно получить хороший диапазон оттенка. Маркеры хорошо наслаиваются и даже если наслаивать два разных цвета друг на друга, получается чистый третий оттенок. Ну и признаюсь сразу, мягкая кисть лично для меня стала огромной находкой и мастхэвом. Для меня, как для человека, рисующего в основном акварелью, изначально маркерные работы были немного сложны восприятие тем, что меня немного смущает, когда работа маркерами ведется методом заполнения сегментов одним оттенком и усилением вторым в теневых местах. Мне гораздо ближе и приятнее вести работу мазками, к примеру, как в рисунке этого котика. И в этом случае мягкое перо идеальный вариант. Я получила просто огромное удовольствие, рисуя котика именно в такой технике. И это несмотря на то, что этот быстрый скетч был нарисован только для того, чтобы показать, как ведет себя кисть. Просто обратите внимание, как выглядят небрежные мазки, имитирующие шерстные хвостики. Ну и если говорить о недостатках, могу придраться лишь к одному моменту. Это то, что в работе с корпуса стирается маркировка и обозначение стороны пера маркеров. Лично для меня этот момент вообще не имеет значения и не портит общую картину, так как я вообще не ориентируюсь на то, что написано либо нарисовано на маркерах. И несмотря на то, что у меня не такой большой минус, из-за зрения считывать маркировку, мне все равно не всегда комфортно. А те маркеры, которыми на данный момент ведется работа, я всегда просто держу в левой руке, долотом вниз. И поэтому я всегда знаю, с какой стороны какое перо у меня находится. Ну а для тех, для кого этот момент критичен и принципиален, поделюсь маленьким лайфхаком. Просто закрепите краску прозрачным лаком и тогда надписи и обозначения точно никуда не денутся. Хотя, на мой взгляд, даже если маркировка полностью сотрется, сторона все равно помечена серой полоской. Также хотелось пару слов сказать о бумаге от скетчмаркер. Это 50 листов хорошей маркерной бумаги плотностью 75 грамм. Ее я использовала в обеих работах в этом видео. И вы, наверное, сами можете видеть, как ровно и красиво на нее ложится цвет. И знаете, я раньше пренебрегала бумагой для маркеров. И только попробовав рисовать на специальной бумаге, поняла, что зря. На маркерной бумаге работать гораздо проще и приятнее. Так что, если вы решили рисовать маркерами, обязательно в комплекте приобретайте специальную бумагу для них. Кстати, на мой взгляд, этот портрет спасла именно маркерная бумага, так как в самом начале я жутко накосячила и даже перестала снимать процесс рисования, подумав, что такую работу уже ничего не спасет, и я точно не захочу публиковать ее на канал. Но решила все-таки закончить рисунок. И оказалось, что бумага вытерпела огромное количество наслоений и исправлений. И в итоге вот, что у меня получилось. Но если говорить в общем, на мой субъективный взгляд, компании скетчмаркер удалось создать материал с идеальным соотношением цены и качества. За что им огромное спасибо. И на этом видео заканчивается. Благодарю вас за то, что вы досмотрели этот ролик до конца и поставили лайк. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Люблю вас!